В России построено корпоративное государство, перед которым не стоит задача развития человеческого потенциала, так как рядовые граждане существуют для этого государства исключительно в качестве электорального мяса. В России совершенно не случайно радикальные, если не сказать экстремистские предложения о повышении пенсионного возраста внесены сразу после президентских выборов, когда власти в очередной раз употребили граждан в утилитарных политических целях. И теперь торопливо пользуются последствиями этого политического аффекта, добавив к нему таблетку футбольного анальгина.